Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И во всем, что у нас происходит в нашей обыденной жизни, все происходит не только односторонне, но и внутренне, любое внешнее проявление, оно несет какой-то внутренний заряд. Для того, чтобы осознать и понять внутренний смысл любого нашего движения, надо, наверное, познакомиться с этим движением. Ну, как, допустим, ребенку объяснить, что такое дважды два? Как ребенку объяснить, что такое зеленый цвет или красный, или желтый и так далее? Надо же ему, наверное, показать. Показать и сказать, а вот это вот желтый цвет, а вот это зеленый, а вот это красный. А что такое дважды два? Вот как? Ведь не каждый человек может, знаете, размышлять и понимать одинаково, так как все. Поэтому у нас в жизни очень много условностей. И вот эти обрядовые или внешние стороны, они как раз и разъясняют внутренний смысл того, о чем мы хотим сейчас сказать, или о чем мы будем говорить или думать. Вот представьте себе, мы сейчас будем говорить о какой-то конкретной, допустим, рыбе, но не будем вам называть ее название. Вот будем говорить, вы знаете, у нас хорошая есть рыба, которая очень вкусная, и каждый вот из сидящих в зале будет думать каждый о своей рыбе, которая у него вкусная, для него вкусная. А если мы назовем какое-то конкретное название этой рыбы, то у всех сразу будет понятно, вот о чем идет речь, о любом другом предмете. Так вот, надо сказать, что у нас в православной церкви очень много внешней обрядовой стороны и в богослужебной жизни, и в богословии. И для того, чтобы дойти до смысла внутреннего, до содержания внутреннего, надо вначале показать, о чем идет речь. И, конечно, у нас, вы обратите внимание, у нас в жизни церкви очень много вот такой внешней стороны, но за каждым внешним движением или за каждой внешней стороной у нас обязательно внутреннее содержание представляется и преподносится. И для того, чтобы узнать об этой внутренней составляющей, надо обязательно знать, о чем идет речь. Вы знаете, есть у Федора Михайловича Достоевского мысль об этой обрядовой стороне. Вот он говорит, притча у него такая есть интересная. Он говорит, что вот несут какой-то драгоценный сосуд, а в этом драгоценном сосуде живительная, животворящая какая-то жидкость. И вот всем людям объявили, что вот этот сосуд – это такая ценность, которая животворит людей, животворящая жидкость в ней находится. Все люди кланяются, все люди преклоняются перед этим сосудом. Кто может, целует его. И вдруг раздается голос. Вы что делаете, друзья? Вы что, слепые? Да это какая же эта жидкость? Да это же какой-то внешний сосуд. Что вы делаете? Это обряд доверия. Не делайте слепцы. Вы что? Разбейте этот сосуд. Вы сами ощутите эту животворящую жидкость. И все люди, послушав этот голос, разбивают этот драгоценный сосуд и начинают понимать, что да, запах, аромат пошел от него, но вся эта жидкость ушла в землю. Разбив этот сосуд, люди потеряли эту драгоценность, эту драгоценную жидкость. Вот примерно то же самое происходит и в нашей жизни. Ведь у нас очень много вот таких символов, которые мы понимаем. И эти символы несут нам понятие о внутреннем содержании этих символов. Ну, взять хотя бы храм. Вот. Возьмите даже... У нас все ведь в храме символично, да? Все имеет какую-то внешнюю, я бы сказал, обрядовую сторону, но они все несут нам внутреннее содержание. Даже вот внешне, обратите внимание, на храм, даже на купола храма, да? Вот. Обратите внимание на византийский стиль куполов, да? Вот он как бы вот так, как будто такое впечатление несет смысл, что вот божественная благодать покрывает весь мир. Обратите внимание, допустим, на готический стиль куполов, шпиль. Он наш взор весь обращает к небу. А наши русские куполочки, да, вот эти луковицы, это же тоже символ, символ пламенной молитвы, горения, как символ горения свечи. Вот это наша молитва, которая в храме, вот она как символ свечи возносится к Богу. Символ воскурения фимиама, это тоже символ нашей общественной молитвы, которая возносится на небо. Вот это обряд, внешнее проявление, а за ним обязательно кроется внутреннее духовное содержание. Так что в нашем богослужении, в нашей жизни церковной очень много символов, который вначале внешне привлекает внимание людей, а потом человека приводит и к той духовной ценности, которую скрывает этот внешний символ. Конечно, существуют крайности, как, в общем-то, и везде. В любой сфере жизни человека существуют крайности. Поэтому у нас в церкви часто говорят, что все должно быть по чину, благоговейно и по чину. Все должно быть разумно, все должно быть в пределах разумности. Крайность, она всегда приносит отрицательные результаты. Точно так же, как и в обыденной жизни. Вроде вкусная пища, а попробуй ее переешь, надорвешь свой желудок или отравишься. Все должно быть разумно. Другое дело, когда мы говорим сегодня об обряда вере и о крайностях. Конечно, крайности, они всегда вредны. И очень часто, к сожалению, не все люди, понимая внутреннего содержания, делают акцент на внешнем. Что, естественно, приводит к осуждению. Но, надо сказать, сегодня, когда мы говорим об обряда вере, и, как вы сказали, недруги православия приводят этот аргумент как негативный. Конечно, это негативный может иметь характер обряда вере. Ну, в чем вот он проявляется? Мы как-то, допустим, накануне постов и во время постов говорим, что вот существуют такие люди, которые считают, что вот выпить молочка постом – это грех великий. Съесть там какую-то скоромную пищу – это величайший грех. А то, что осудить своего ближнего или соседа, или наклеветать на кого-то, или оговорить о ком-то, или посплетничать – это вроде нормально, да? Мы сегодня говорим, очень часто слышим. Вы знаете, мы не в осуждении, а в рассуждении расскажем, да? И вот это рассуждение, оно всегда переходит в осуждение, крайность. А вообще существовала такая, допустим, в Ветхом Завете партия фарисеев, которых обречал сам Христос Спаситель, потому что они видели главный смысл не во внутреннем содержании, а вот в содержании вот этих обрядов. И вот это возносилось в самое великое достоинство. Вот когда происходит подмена ценностей, когда под внешним обрядовым каким-то действом или явлением мы затпеваем или забываем о том, что находится внутри или что это символизирует, вот это уже крайность. И эта крайность обряда верия, она, к сожалению, приносила очень горькие плоды. И в русской церкви мы знаем, допустим, раскол старых обрядов, да, старообрядческий раскол. Когда люди из-за того, что, вот вы знаете, пошли с крестным ходом не по солнцу, а против солнца, значит, вы против Христа пошли, да, безобразие. Вот вы креститесь не двумя перстами, как они говорили, как учили наши предки, а тремя перстами, значит, вы уже не православные, да. Хотя какая разница, это внешний символ-то один и тот же, только так взять два пальца или вот так. Очень много вот таких внешних, но есть форм выражения нашего внутреннего содержания. Но если мы разумно к этому подходим, рассудительно и по чину, то все у нас нормально. Сегодня, к сожалению, вы правильно сказали, есть недруги православия, которые вроде бы благоговейны, вроде бы нас пытаются настроить на правильный путь, да, на благочестивый, на разумный, а на самом деле подрывают основы, основы нашей религиозной жизни. И поэтому мне хотелось бы сказать, друзья, конечно, не все мы с вами совершенные, мы все стремимся быть совершенными, мы все хотим стать лучше, но не всегда у всех получается. Но не забывайте, что если мы вот эти внешние обрядовые стороны перечеркнем, вычислим их или вычеркнем из нашей жизни, то мы можем поступить так же, как вот с этим драгоценным сосудом, о котором я вначале сказал. Не потерять бы нам внутреннего содержания. А со временем, проявляя какую-то внешнюю, может быть, свою жизнь или внешние какие-то формы нашего религиозного чувства, мы, конечно, придем и к внутреннему содержанию. Но все должно быть благоговейно и по чину, разумно. Не впадать ни в одну крайность, ни в другую. Потому что сейчас, если мы встанем на сторону вот тех людей, которые якобы обличают или пытаются навести чистоту в нашей православной жизни, на самом деле, друзья мои, это не друзья наши. Нет, они просто подрывают с разных сторон, вы понимаете, подрубают вот эти корни, которые из года в год, из поколения в поколение передавались нашими предками. И мы должны самого доброго держаться. Конечно, крайностей надо во всем всегда отстранять или отсекать от себя. А эту золотую середину надо ее, конечно, держать и ей придерживаться. Помню о том, что ведь многие предыдущие поколения жили теми обрядами, жили теми же устоями, теми же традициями, которые они передали и нам. Поэтому не мы эти обрядовые стороны придумали, и не нам их искоренять. Потому что существует опасность, искореняя вот эти, может быть, обычаи, которые для некоторых непонятны. Мы перечеркнем основу нашу. Так что просто надо разумно подходить ко всему. Благодарю вас, Владыка. Теперь ответы на вопросы зрителей. Клавдии, 40 лет. Ну, это вопрос такой очень общий и часто повторяющийся. Как найти духовника? И мы действительно неоднократно уже говорили, но я думаю, что, Клавдия, и вы, и многих интересует этот вопрос. Потому что не все, может быть, слышали в нашей предыдущей передаче. Что такое духовник? Духовник – это человек, который вам будет помогать духовно совершенствоваться. Это человек, который должен, вот так говоря, светским языком, быть вашим духовным или лечащим духовным врачом. А это значит, что он сам, во-первых, должен знать путь ко Христу. Точно так же, как когда мы приходим к врачу в госпитале или в больнице. Мы же обращаемся к кому? Кто имеет хороший опыт работы, кто знает медицину, кто получил образование, кто знает, как вылечить ту или иную болезнь. Вот к такому врачу мы стараемся идти. Не к тому, который не учился и ничего не знает, и не знает, как вылечить болезнь. Мы к нему не пойдем. Точно так же и в духовных вопросах. Конечно, надо обращаться к такому человеку, который имеет образование, который знает учения православной церкви, который уже имеет какой-то определенный образ, опыт духовной жизни. И, к сожалению, сегодня, мы вот только сейчас поговорили об обрядах, сегодня, к сожалению, существует такое настроение у многих людей найти себе духовника и безоговорочно подчиняться ему. Все, что он скажет, все надо без рассуждения слушать. Нет, это неправильно. Духовник – это не повелитель, это не деспот, который должен управлять. Еще святитель Игнатий Бринчанин говорил, что прошло время старчества и духовничества. Сегодня настоящий опытный духовник может давать советы. Не повелевать человека, не говорить, ты должна так, ты должна так сделать или то-то, то-то. А на основе или на опыте церкви, на опыте подвижника в Богочести рекомендовать и говорить, что, знаете, вот такой-то вот старец, такой-то святой, жил вот так-то, учил вот так-то, а Евангелие говорит вот так-то вот. И поэтому вот совет такой, давайте попробуем вот так. Я бы посоветовал вот так поступить. Сегодня, к сожалению, очень много так называемых «младостарцев», которые не ко Христу ведут людей, а к самому себе любимому. Я бы даже так сказал. И это приводит очень часто к самым непредсказуемым плохим последствиям. Поэтому посмотрите, если вам священник симпатичен, если он хорошо служит, хорошо проповедует, живет так, как учит и проповедует, если у него нормальная семейная жизнь складывается, если он учит воспитывать детей, а его дети не воспитаны и безобразно себя ведут в храме, подумайте, стоит ли к такому священнику обращаться. То есть вот священник или духовник, он должен быть примером для подражания во всем. И, конечно, вот к тому, к которому я пойду, вот я, допустим, лично, я не каждому смогу рассказать о себе, о своем внутреннем мире. Не перед каждым я могу покаяться, потому что не каждый может меня понять, не каждый может мне подсказать. Поэтому я пойду к такому священнику, который меня поймет и меня поддержит, где-то подскажет, где-то постарается исправить меня. Вот к такому я пойду. Поэтому выбор духовника – это очень сложный путь, очень серьезный. Вот я бы не спешил вот себе искать таких духовников, чтобы вот под их руководством идти. Читайте Священное Писание, читайте Евангелие. О наследии святых отцов. Сегодня очень много у нас издается книг, которые могут быть для каждого из нас примером и для подражания, и во многих книгах святоотеческих можно найти ответы на свои вопросы. Но если что-то непонятно или нет времени, конечно, лучше подойти к батюшке. Батюшка, как вы благословите, как вы советуете? Но опять-таки к такому, который вас поймет, который знает вас, который даст вам хороший совет. Ну, а если не понравился, можно подойти к другому. Ольга, 57 лет. Она спрашивает, будет ли устанавливаться колокольни Казанского монастыря в Рязани? Знаете, Ольга, я, говоря на подобные вопросы, или отвечая на подобные вопросы, говорю, мы хотим восстановить все и все возможные храмы и, конечно, колокольни, все монастыри, которые есть у нас на Рязанской земле. Но вы сами понимаете, что вот в одночасье этого сделать не представляется возможным. Точно так же, как и колокольня Казанского монастыря. К сожалению, сегодня там проживают люди. Колокольня, вы знаете, обезглавлена. Она превращена в двухэтажный дом. Там сегодня какая-то коммерческая фирма. И живут там люди. И чтобы восстановить колокольню, надо этим людям предоставить жилое помещение, квартиры. Это очень сложно сегодня. Конечно, если представится возможность этих людей расселить, дать им жилье достойное, подобающее, конечно, мы будем восстанавливать. Но вот этот процесс, он такой, знаете, не только зависит от церкви, но еще и от местных властей. Но я думаю, что придет время, когда мы восстановим колокольню с Божьей помощью, вашим усилием, вашим усердьем и вашим молитвам. Лидии 80 лет. Мужа похоронили лицом на запад. Имеет ли это какое-то значение? Ну, вы знаете, если это сделано непреднамеренно, то, конечно, мы должны понимать, что для покойника это совершенно без разницы. Вспомните, что происходило во время гонения на церковь. Как издевались над христианами, над священниками, над епископами, над монахами и простыми людьми. Их зверски убивали. Их, так, знаете, по-зверски и закапывали. Я даже не скажу, не хоронили, а закапывали просто. Вот, надругаясь над ними, и зверски к ним относясь. Вот. И разве они от этого перестали быть мучениками или новым мучениками? Да нет. Для покойного совершенно без разницы, как он похоронен, где он похоронен. Главное, это наша жизнь, как мы жили. Вот этот духовный багаж, он с нами будет и в потустороннем мире. И поэтому я бы даже не стал бы рекомендовать вам совершать перезахоронение, потому что для покойного это совершенно без разницы. Вот. Конечно, для живых это имеет значение, но я бы не рекомендовал беспокоить прах этого усопшего. Вот. Приходите, молитесь за него, и Господь сам ему покоит душу. Оксана 35 лет. У нее приемные дети. Она не знает, крещеные ли они или нет. Как быть? Ну, если никто не знает, конечно, надо крестить. У нас есть формула для тех, кто сомневается, крещен он или не крещен. Если об этом сказать священник, то священник совершает таинство крещения и миропомазания с формулировкой. Аще не крещен – крещается. Аще не миропомазан – миропомазается. Ну, а в вашем случае, если никто не знает, тем более они приемные дети. Поэтому я думаю, что даже сомневаться не надо, надо прийти в храм, батюшке об этом сказать, и батюшке совершит крещение и миропомазание. И у вас не будет сомнений, вы будете спокойны. И вы никак не оскорбите или не унизите ни таинства, ни церковь, ни Бога. Как всегда, нашу программу смотрят зрители телеканала «Союз» и от них вопросы. Антон, 80 лет, Ейск. Он интересуется, где в Евангелии описывается, как Иисус Христос посетил ад? Вы знаете, вот в самом Евангелии, да и сам Христос Спаситель, Он об этом не говорил. Вот. И в Евангелии об этом не сказано. Но после сошедствия Святого Духа на апостолов, когда апостолы уже под воздействием Святого Духа воспоминали о том, что происходило с ними во время общения со Христом, во время проповеди Иисуса Христа в последние годы Его жизни, как человека на земле, то они сообщали, рассказывали об этом. Об этом говорит и апостол Петр в своем послании, в третьем послании, в соборном послании Петрова. Вот. Об этом и говорит апостол Павел, который, кстати, никогда не видел Иисуса Христа, в отличие от других апостолов, вот, он с ним не ходил и не видел, не общался с ним. И однако же Духом Святым им это было открыто. Вот. И Церковь, имея учение святых апостолов, сформулировала и догматическое учение о том, что Христос Спаситель после своего погребения сошел в ад и там проповедовал. В этом заключается глубочайший смысл домостроительства, спасения человеческого рода. И Христос Спаситель, по слову Иоанна Златоуства, сошел в ад, упразднил ад и врата адовы, и вирьи ада. Вот это учение нашей православной церкви. Ну и последний вопрос, Владыка. Ираида, 74 года, из Тюменской области. Что такие фарисеи и садукеи? Вы знаете, поскольку последний вопрос, и тема, конечно, очень серьезная, она такая обширная, но я постараюсь кратенько так сказать о том, что существовали до Христа Спасителя, и даже во время его земной жизни в Палестине существовали вот три таких политических, я бы даже сказал, и религиозных направления, если хотите, даже партии. Были три фарисеи, были садукеи, фарисеи, и даже еще была третья иесеи. И надо сказать, что вот эти все три направления, они и сегодня существуют в жизни иудейского народа. Но так кратенько сказать, садукеи – это люди, которые были приближены к храму Соломона, люди, которые были приближены к власти, которые имели свои особенности. Они не верили в воскресенье из мертвых, они не стремились соблюдать повеления или поучения старцев. У них более была такая раскрепощенная, что ли, светская жизнь. Фарисеи, которые очень строго соблюдали наставления или поучения старцев, для них вот почему Христос Спаситель их обличал, потому что они подменяли внутреннее содержание внешними. Вот они как раз и были обрядоверы. Вот для них нарушение субботы – это страшный грех. Они высчитывали, сколько они могут сделать, допустим, в день субботний шагов. Что можно делать, что нельзя делать в субботу. То есть вот поучение старцев – это было для них самое главное. Забывали о внутреннем, забывали о том, что Господь призывал к совершенству людей, а не к внешнему исполнению каких-то форм. Ну, а Иесеи, третья была партия, которые жили тоже как-то так обособленно. Они даже чем-то, знаете, напоминают наших сегодняшних монастырей. Вот они жили какой-то своей особой жизнью такой аскетической. Они питались своими только чистыми продуктами, только то, что вот они приготовят. Вот у них была совершенно другая крайность. Вроде бы и нестяжание какое-то. Нельзя было, допустим, приобретать какую-то рубашку или какое-то платье, пока ты не износил предыдущие. Вот такие вот крайности. Кстати сказать, они тоже до сих пор есть. Я встречал таких людей и в Канаде, и в Соединенных Штатах Америки. Есть, они живут тоже своеобразной такой жизнью. Так что это три религиозных, я бы сказал, партии, существа ваших во время жизни Христа Спасителя на Земле. И они до сегодняшнего есть. Благодарю вас, Владыка, за удивительную беседу. Спасибо вам. Как всегда, дорогие друзья, я желаю вам всего самого доброго. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok